Приветище! Это Зельда, и мы продолжаем с тобой проходить балладу о войнах. Испытание Урбоза мы с тобой завершили. Сегодня у нас будет песнь Ревали. Ну что ж, Ревали, давай посмотрим, что ты тут нам устроил. Первая точка в горах, ещё одна точка в горах, и эта тоже в горах, только слава богу не заснеженных. По стариночке сейчас я это всё сфоткаю. Ну что, теперь можно в принципе начинать поиски. По пути залетим с тобой в конюшню, потому что мне написали один очень дельный комментарий, и оказывается, что всё-таки узду, которую мы с тобой нашли, древнюю узду, можно одеть на лошадь. Просто для этого нужно найти человека, который занимается конями. Эгэ, есть кто? О, вот она! Кань, ну-ка. Здравствуй, путешественник. Добро пожаловать в нашу конюшню. Чувствуй себя как дома. Если переведёшь зарегистрированную лошадь, я могу сменить ей сброю или уложить гриву. Приведи свою любимицу, и я за ней поухаживаю. Отлично, ты-то мне и нужна. Пойдём, короче, закажем нашу лошадь. Ну, в смысле, попросим, чтоб нам её привезли. Итак, значит, какую лошадь я хочу взять? Конечно же, я хочу взять... О, кстати, смотри, у Игаго Бро нрав спокойный, а у Мустанга спортивный. Имена подобраны как надо. В общем, давай Мустанга мы просим. Мустанг, здорово. Как дела? Пойдём-ка со мной. Сейчас мы тебе такую красивую узду нацепим. Ты будешь самым крутым на районе. Девочка, я привёл тебе коня. Давай-ка мы нацепим на него узду. У тебя замечательная лошадь. Если хочешь, я сменю ей сбрую или уложу гриву. Давай. Хочу предупредить, что я занимаюсь только теми лошадьми, которых любят. Ты со своей хорошо общаешься? Ну, вроде как да. Похоже, твоя лошадь ещё не совсем тебе доверяет. Обращайся с ней хорошо, и она тебя полюбит. Блинский. Вот это дела, да? Она мне так просто узду не поменяет. Как насчёт яблок? А ещё? Она просто светится любовью. Этой малышке достался замечательный хозяин. Я с радостью ей займусь. Здорово. Давай вперёд. Что нужно сделать? Эм, смени вначале узду. Вот она, древняя узда. Обалдеть, какая она мощная. Древняя узда, значит? Да, хочу её. Ну как, нравится? Вообще огонь. И ещё что-нибудь? Как насчёт сменить седло? У тебя ведь нет другого седла. Обращайся, когда появится. Блин, тут и седло ещё может быть такое же древнее. Надо будет поискать. Ну ладно, тогда уложи гриву. Какая грива ей подошла бы? Смотри, я прическу могу лошади своей сделать. Офигеть. Грива с цветами. А, помимо гривы меняется также ещё и хвост, смотри. Вон, видишь, вон с цветочками будет. Хе, нет, это не надо. Красные волосы на чёрной лошади. Вообще огонь. А, это рыжая грива. Посмотрится как красная. Давай, короче, мне красную. Крутую. О. Рыжая грива, значит? Да. Ну как, нравится? Вообще огонь. Конь-огонь у меня получился. И ещё что-нибудь? Не-не-не, это всё. Больше у меня ничего нет. У тебя замечательная лошадь, приходи ещё. Хорошо. Теперь пришло время покататься на тебя, мустанг. Чё, погнали? По коням, как говорится. Ух ты, посмотри, пришпоривание реально больше стало. На два как минимум. Короче, осталось теперь найти только седло, что бы моему мустангу быть в полном комплекте. Ладно, возвращаемся к песне о войне. Здрещи. Не-не-не-не, ребят, не до вас сейчас. Нам нужно сейчас прийти на площадку, где тренируются птицы-люди. Да, отстань ты от меня. Посиди немножко в воздухе. Вот она, эта тренировочная площадка. И здесь нужно поразить четыре цели одновременно. Что ж, давай попробуем это сделать. Есть! Ветер четырех. Короче, тут ясно все. Будем сейчас решать вопросы с ветром. Ладно, не вопрос. Почти лук сломан. Че? Как это так? Не может быть, что лук не взял. Хорошо, ладно. Попробуем докинуть туда бомбалый лук. Нет, не получилось. Возьмем другой лук. Хорошо. Вот, сработало. Запустили вентилятор. Давай. Лик, ну. Пукалка, что ли, не выросла у тебя. Давай, полетели. Полетели. Фигащие. Крутящаяся глыба. Ого. Вот это огонь. Какая она мощная и большая. В общем, я так понял, что нужно на нее взлететь. На самый верх. Легко. Давай попробуем. Опа. Вижу переключатели внутри этой глыбы. Как бы ничего такого. О! Внутрь можно залететь. Полетели. Полетели. Внутрь залетели. Теперь поднимаемся наверх. А наверху нас ждет... А, ну понятно. Надо, короче, швырнуть. Что-нибудь. Что-нибудь в это... Есть контакт. Заработал вентилятор верхний. Который прям под вот этой вот всей конструкцией, где я сейчас нахожусь. Вижу какой-то вентилятор. Что там? Надо тоже сюда попасть. Есть. Еще один вижу. Интересно, попаду туда, не попаду. А, я, по-моему, его активировал вообще. У меня закончил. Ой, е-мое. Я совсем забыл про свои селехоньки. Надо обращать на это внимание. А то я так себя угроблю. О! Камни, которые можно подорвать. Сейчас попробуем это реализовать. У меня есть подрывные стрелы? Подрывные стрелы есть. Так. Ну-ка. Шикарно. Залетаем. Мягкая посадочка. Еще один вентилятор активировали. Взрывной стрелой, правда, бомбанул. Но ничего. Зато все зарабатывало. Теперь просто пилотируем. По этим вентиляторам. И залетаем на самую макушку. Этой крутящейся глыбы. Есть. И вверх. Только вверх. А куда наверх-то? А, вон, туда надо. Первое испытание пройдено. Осталось еще два. Зашибись. Чем нужно там дальше? Пройти сквозь кольца света. Где это? Как это? И пронзить рог, объятого огнем дракона. Ну, объятого огнем дракона я знаю, где найти. Правда, не знаю, как я у него буду рог отжимать. Точнее, нужно пронзить рог. О! Наконец-то! Наконец-то я нашел! Я думаю, что сейчас надо будет посноубордить, посерфить. Синяла. Достаем на щит. Врубаем крутое музло. И помчали. Ю-ху-ху! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.А.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К.К. Путь сферы Мы видим с тобой скатывающуюся сферу Видимо ей нужно проложить путь Как-то вот сюда Давай посмотрим что мы можем сделать Первое что я вижу Это кнопочка Которая подпинывает сферу Давай попробуем Вовремя врубить А она просто физически Хорошо Тогда взлетаем повыше посмотрим что там Повыше повыше еще одна кнопочка И О сундук Можно я в сундук залезу как-нибудь Короче делаем как Делаем как амап косяк Опа Ну линк не подводи меня Мы же с тобой крутые Теперь залазим сюда И нужно под себя Под ноги Скастовать А что-то не кастуется Как так Во-во-во-во Получилось Шикардос Теперь поднимаемся наверх И открываем этот сундучок Соколиный лук Ну ладно пусть будет Наша сейчас задача Грамотно понажимать на кнопочки Что эта кнопочка кстати делает Кнопочка Конвейером управляет Видишь мы наступаем на нее И конвейер идет в другую сторону Хорошо Чего у нас тут есть Тут нужно что-нибудь делать Во-во-во Глуба 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 Стой Ага Тут нам нужно повернуть железяки Поворачиваем так и вот эту надо тоже повернуть чтобы было перескочило кажется она сзади меня кажется она сзади меня так 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 она катится 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 вырубаем конвейер еще чуть-чуть ой не в ту сторону нефту 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 нужен стазис стазис подрубаем вон там чё дальше чё дальше кнопочка 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 бегу 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 а где куда сфера упал вроде бы все по фэн-шуй же сделал нет а я забыл вот что сделать смотри можно даже две давай мы сейчас тут две сделаем чтоб наверняка глыба не упала вниз а просто скатилась так грамотненько и все я готов давай глыба катится врубаем конвейер готовимся застазить качельку стазис глыба льда там есть теперь просто падаем вот так вот все а чешуя не получилось тихо не падай не падай упади лучше вот сюда в лунку все сейчас он падет давай дверка открывайте я нас поздравляю осталось последнее испытание а также вижу еще одно светилище надо меточку поставить на потом потом заскочу туда последнее испытание заключается в том что нам нужно поразить рок дракона не обычного дракона а пламенного то есть огненного и он летает где-то здесь в этих ущельях я его видел уже не раз в принципе вдвоем с тобой видели осталось его только выследить и выстрелить все это все что от нас требует ну по всей видимости где-то здесь поскольку тут есть костер можно в принципе и подождать сейчас бомбанем с тобой он то он кучку волчар отойдет у тебя подорвет пукан разнесет пабах и тут уголь птиц человек есть пойдем подойдем к ней скучно сегодня мазали зовут птицу а это ты не ожидал здесь кого-нибудь встретить чё делаешь по поручению старейшины наблюдая за драконом который обитает в этой местности в последнее время дракон появляется довольно часто наши жители боятся что он нападет на деревню это и неудивительно но если вспомнить как было с меда пока все в порядке но я на всякий случай остаюсь на страже он пролетает над ущельем каждую ночь при этом его рога так странно светится завораживает понятно каждую мощь да значит в принципе сейчас уже ночь и он должен пролетать ладно пока делать нечего по подрываем тут чё интересно с какой стороны он плетит вон он вон он летит красавец наконец-то сейчас я с тобой сражусь поразить его рога интересна лука будет достаточно или нет о рога засветили смотри как давай начнем целиться куда-то вверх полетел вниз лети огнем покрылся он так мимо хотя куда-то попал вроде куда это куда это ты полетела и друган друган вернись ты чё первая попытка увенчалась не успехом сейчас попробуем со второго раза я прямо сейчас прыгну в утес этот надеюсь что он меня не сожрет так рога загорелись я думаю что можно прыгать при помощи силе привали мы сейчас подлетим к нему как можно поближе так-так-так-так-так-так он пуляет огоньки я в принципе готов попал еще разок да несколько я из попадания так-так-так ну все с драконом мы разобрались чё-то смотри от него отлетело пойдем посмотрим что это отлетел от него а еще хочу просто в него стрельнуть мимо просто пролетает сквозь него стрел так у меня уже энергии заканчивается все идти и смотреть что там упал от него но падает вниз блин блин успеть бы успеть бы стой-стой-стой далеко не убежишь от меня что это такое это рок может быть его отвалился а чешуйка динраля драгоценная чешуйка дракона динраля очень горячая из нее конечно можно что-нибудь приготовить но это было бы крайне неразумно покой и ветер последнее святилище так это называется любопытно покой и ветер что нам нужно тут сделать всякие крутилки вертелки как это обычно и ветряные мельницы да выпендрился твоюж налево ладно хоть на этом вентиляторе проснулся давай взлетай взлетаем теперь здесь тоже взлетать хотя нет здесь не надо там сверху надо подорвать кучу еще сделаем вот так вот опа так залетаем здесь сюда тоже бомбочку надо кидануть вот такую же она летит 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 прямо туда подрываем и все чуки-пуки но не совсем преснязли чуту дальний нижней части не смог разбить а в принципе нам это не помешает так летим дальше летим вот сюда на такую вот интересную платформу тут короче тоже нужно бомбочки покидать кидаем а все понятно вон на че надо вовремя кинуть бомбочку кстати а че если застаню просто эту штуку и теперь кидаем бомбочку давай давай ой промахнулся я промахнулся да короче че я мудрю парюсь че-то тут вот так вот было бы ищу все осталось только туда меня самому залететь надеюсь что не будет проблемой пинь все готов полетели не долечу не долечу обратно летим летим и падаем капец как падаем придется вернуть самое начало самое беспонтовое что могло со мной произойти попыточка номер два так 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 вот хорошо как зашел теперь летим вот нифига себе как меня шурану ух чуть-чуть совсем чуть-чуть осталось я закончу это испытание ревали еху добрались добрались лжи ганнон ветра иллюзорный мир я уже забыл как тебя побеждать то надо это мой самый первый лжи ганнон был сейчас разберемся думаю не страшно что у меня есть вообще из-за вооружения у меня есть полетный меч дальше у нас есть о нифига себе у нас всего 5 стрел а нет 100 стрел и 5 бомбящих двойной лук и лук средоточие давай возьмем двойной по защите у меня земный талисман зимний талисман земные штаны зимняя тоника короче пожрать толком ничего нету яс оу вышел я называется из своего суммаря ладно сейчас ты отведаешь моих молниеносных выстрелов так вот упал пупсик посиди немножко на полу я сейчас тут быстро с тобой разберусь о как быстро кто очнулся очнулся оу вихрь пустил засранец но я успел ему в глаз попасть ой кажется я ему больно сделал он разлился как это обычно бывает теперь будет больно делать он мне так может быть мне вот эти штуки надо подорвать каким-нибудь макаром а я могу это они просто самая наводящими еще штуками всякими стреляют это меня бесит там капец как бесит упал отжался красавчик чёп стадис тебя чутка осталось короче он меня задрал беру бомбящиеся стрелы на тебя выкусить готовченько тремя снарядами зарядил и не это это который Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подсматривать некрасиво, Ваше Высочество. Высочество. Прости меня. В деревне сказали, что ты здесь. Я полагаю, нужна помощь с Ганноном. Уничтожить эту гадину будет честью для меня. Спасибо, Ривали. Я уверена, что вместе мы сможем победить... Есть одно «но». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я же буду главным помощником этого рыцаря с мечом сокрушителем зла. Ведь так? Когда он увидит меня в деле, может занервничать. Нянчиться с ним я не буду. Редактор субтитров А.Семкин